Как думаешь, Джонни, какой выбор-то поможет нам больше всего-то, а? Пожалуй, я положусь на себя. Тоже был ворсака Тауры, один нас победил там. Ну, почти победил, но в этот раз у тебя есть я. Ладно, иди ты вместе с бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Да, уверен. Погнали. Ой, чё это жаложность? Не то. Старая же. Можно оставить всё как есть. Забить на таблетки и всё остальное. Если не попробуем сделать хоть что-то, мы оба умрём. Да. Согласен. Ладно, не лучшая мысль. Забудь, что я сказал. Нам нужно бороться. Бороться. Ладно, иди ты вместе с бестией. У вас двоих больше всего шансов. Я вспомнил, что сбыл тару после её сканировать. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Уже говорил, что да. Вперёд, Джонни. Вперёд, Джонни. Давай, мы спим, мыслим. На одной волне. Только не убей нас на радостях. Спасибо. Давай. Должок. Джонни, должок. Верни его. Вот увидишь. Верни его, Арасаке. Удачи. До встречи на той стороне. Увидимся. Даже если придётся женщина, нахер весь найти. Ага. Вести я. Тебе гости. Смерть по смерти. Привет, Плэр. Хм. Я думал, выработайте круглосуточно. Эй, ты там живой? Она в большой комнате, но мне кажется, лучше ей сейчас не мешать. Нет уж, я помешаю. Ты что, думаешь, я шучу? Она тебя пинками выгонит. О, его не выгонит. Смотри, учись. Я-то посмотрю. А вот кого будут учить, другой вопрос. У нас есть. Козырь в бокове. Точнее, козырь на всеобщее обозрение. Привет. Не стой у меня на пути. Привет. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу снять ее вне в любой момент. Так, подожди секунду. Ви? Фух. И Джонни, где урок в полете? Я не могу отдохнуть. Это я. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Я отвлек тебя от каких-то важных дел. Мне почему-то кажется, что этот разговор будет важнее. Тебе опять что-то... Инстинкты. Инстинкты ввести, конечно, мощные. Конечно, нужно. Больше мне обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только ты? Почему ты клонишь, Джонни? Просто вспомнилось. Скажи, ты не скучаешь по старым временам? Старые времена прошли. Мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль, только больше никому из Атлантиды так не повезло. Мы-то понимаем, уже многое, ведь так? Нам и Смэшер говорил, а кто-то не говорил про бестию. Эй, народ! Закрывайся! Эй, ты чё? Мы ещё не закончили! Нет, закончили! Нормально, чувак. Что творится? Перечит бестий. Ничего, можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Лата, а это ещё поработаешь, что ли? А, что? Ранец в рот в нашем распоряжении. Вот это сервис. Теперь говори, какого чёрта ты мне тут предъявляешь? Это что, моя бутылка за баром? Да, ждала тебя. Правда, я и сама не знала, чего именно. Хотя у меня появилась пара идей, как её можно использовать. Ты удобно устроилась. Интересно узнать, чего тебе это стоило. Каждый из нас заплатил цену за свой выбор. Я не исключение. Это ты себе говоришь, когда клоняешься к корпам? Это я себе говорю, когда смотрю на могилы своих друзей из Атлантиды. Но ты же жива. Или когда сейчас смотрю на тебя. Ладно, ладно. Кто старое помянет? Вот именно. Хватит ходить вокруг да около. Ты бы не начал этот разговор, если бы не хотел опять меня во что-то втянуть. Это тело. Я в нём. Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю его, как опухоль. Это пока ещё можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Всё дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. Ты прям так уверена? Да. Сальто было то же самое. Какое там чувство вины? Тебе вдруг просто стало немного неуютно. Силы изменить себя. Точнее, способности изменить себя. Вот в чём сила людей. Так что... Ой, иди нахуй, милая. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет. И Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от него отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Сальто. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость данных. Микоши. Единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэ. Арасака? Опять? Как я не догадалась. Иронично, я не находишь. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. Цель теперь не такая. Другая. Да и мы другие. Ты же лучший фиксер в городе. Вот ты и скажи, что нужно делать. Ты сказал нам? Ну да. Без тебя ж ничего не получится. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами. Ты ее пушка? Именно против Арасаки. Бинго. Скажешь, да не пошел ты бы тут, Джонни? На сейчас цели другие. Не знаю. Сейчас. А с чего ты решил, что я соглашусь? Я думаю, такой вот более правильно. Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего Нейтсити. Но ты же не настоящая мести. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Ее можно понять. Загляни в себя. Я знаю, ты сможешь ее найти. Но Америка относительно не рада своему решению. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. 50 лет – это хороший срок вести. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Вах-вах. Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Заткнись уже, Джонни стал совсем другим человеком. Да. Вижу, понятно. Просыпаемся, Джонни. Мощная куртка увесить, конечно. Что, мы отрубились, что ли? И просто дрюхнем. Наверное, отрубились. Сука, блядь. Тролль крёбан. Каждый раз. Никогда не видел, чтобы трезвый человек спал больше 20 часов. Следующий раз в ебло получишь. Да ладно. Буду ждать. Правда, начальница будет недовольна, если я переломаю тебе. Думаешь, сможешь? Бестия, что ли? Или ты, ребят? Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Let's go. Уэйланд. Кассия, а, это наше оружие, да? О. Леди Мария? Нет? Или это просто? Нет, это просто оружие, бестия, думаю. Просто прикорнули на диванчике, почему бы и нет. Никогда не был в этой части посмертия. А, раннер сидит. Дышит. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Да. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпорации. Вместе. Гочню ступу. Я тебя обожаю. Это Ашура, да? Ну, еще бы, Джонни. Иначе бы ты сюда не приперся. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. Ух. 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 Так. Так, не, это просто катана. Просто тактик. Просто еще что-то. Что-то за сапоги, Джонни? Не забудь. Антиграва от Бестия? Нифигасе. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Будем десантироваться. Управляешь их к ногам. И можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам. Ну, не маленький. Ладно, ладно. Я понял. Так, теперь скажи мне, какой у нас план? Окей, вставляю щепку. Гордость и предупреждение. Блин, предубеждение. Временный нерасходовый припасы после обеззрежения врага из пистолета гордость. Ность критический урон при первом выстреле повышает скоростность в прямом запасном здоровье. Ну, историчный урон врагам с элитным уровнем угроза. Прикольно. Что у нас? Ага, это вертюра. Гордостью тогда где? Интересно, где ее взять? А, берем все. В столетии и Лексингтон обычный. Ууу, арминный броняхищник от бестий. Берем. Вертюр, который берем. Так, давайте переоденемся, пожалуй. Ну, так, чисто, смотреть. Эммм. Кардероб. Где он есть? Торамидный костюм. В бестии. Блин, мы еще найти надо. Оленка, костюм идет, интересно. Ммм. И где? Ну, неудобно, конечно, сделан гардероб, но модовски, понятное дело, в реальности-то его еще хуже, кажется. Использовать. Ну, ладно, фиг с ним. Будем двигаться так, как обычно. Куртки Дэвида. Узнаем про план. Вести все придумала. Цель – точка доступа к Микоши, Варасака Тауэр. Надо дойти до лабораторий, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Согласен, это план. Варасака Тауэр – крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Что-то мне-то напоминает. Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик Стрикс. Полетим на нем. Ух. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антиграды. Ясно. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Арасака любит выпендриваться. Мы прорубаемся... Все любят выпендриваться. Чем крупнее, тем больше. В картикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антиграды позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Понятно. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лаборатории, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. Ха, ты не говорила про бомбардировщик. У женщин свои секреты. Да уж, тут одними красными мидзутани не обойдешься. Как он у тебя оказался? Я лучший фиксер в городе, малыш. Сосредоточься лучше на плане. То есть мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Погоди, пока вы прыгиваете штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Надо столкнуться с орбитой спутник. Джо Роджи, 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь Найт-Сити и в обеих Калифорнии. Беси, ты шикарно. Ни координации, ни поддержки. Ты шикарно. Фига себе знакомый, конечно. Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать, Аль? Ну а что поделать, если только она может спихнуть с небес спутник Карасаки? Резонно. Ты что, все это придумала, пока я спал? Я придумала все это, пока ты был мертв. Контроль за системами связи придется очень кстати, если дело дойдет до новой корпоративной войны. Ни на чем невозможно заработать больше, чем на войне. Надеюсь, ты выживешь, писть. В этой войне. Мне все равно надо поговорить, Сань. Я ее уговорю. Только не обострись, Джонни. Тут я не смогу тебя подстраховать. Сказал, значит, сделаю. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Карасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да. К точке доступа в Микоши. Как тебе? Есть одна небольшая проблема. Обратного пути не будет. Ты готова сжечь все мосты? Само собой. Против тебя поднимется вся Арасака. Да. И Orbital Air, наверное, тоже. Но, как бы так сказать, они сами пригрели змею у себя на груди. Пистья, ты оправдываешь свое... Что ты думаешь? ...свое прозвище. Да в этом плане дырок больше, чем во всех кукольных домах кабуки. Хотя мы все равно справимся. В прежние времена мы и не так притворили. Бестия. Что? Спасибо тебе за все. Мне, кстати, кажется... Давай потом. Хорошо. Значит, остается только Аль. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространство? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, ясно. Да, мой опыт, твой опыт. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Хорошо. Вот так вот. Что я не взялся? Вейлон, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Давай. Вы там долго будете или как? Может, я поспать успею? Движки прогревай, гений. Вот так вот. Я думаю... Я знаю, что в оригинальном исполнении игры Вестия — это рук. Рук. Пивести слово, так сказать, напрямую сложно. Вот. Но, мне кажется, наша адаптация — Бестия. Она больше ей подходит. Потому что она реально... Это не женщина, это Бестия. Натурально. Блин, вы посмотрите на нее, что она творит. Это же офигеть. Это ты хотел нырнуть, да? Настоящая Бестия. Да, вроде того. Рук — это далеко не так внушительно. Круто. Вот твой костюм. Надевай его и садись в кресло. Спасибо, что не в ванну с льдом. Что? Я на сегодня все, так что выныривать будешь сам. Только технику мою не трогай. Ой, блин, Никс, ты уверен? Я же натурально могу тебе все сжечь здесь. Не могу. Полный боевой. Костюм как у него. Прикольно. Альт. Рассказала. Альт Каннингем больше нет. Да? Тогда почему она стоит передо мной? Ты видишь Альт, потому что хочешь. Это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя страхом. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли. Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Деконструкт. Совокупность данных. Как и ты, дорогая. Я знаю тебя. Студия инструментов больше. Что значит знаешь меня? Как строчки кода. Тогда зачем разговаривать? Ты же и так все знаешь. Акция опережает реакцию. Ты сначала говоришь, а потом думаешь. Ты даже шутишь, как Альт. Это воспоминание о чувстве юмора Альт. Ты уверен, что это не самообман? То есть ты как интеллект говоришь, что что-то обо мне не примеряет на себя. Ну да ладно, не будем ее обвинять. Что ты знаешь? Весь комплекс твоих эмоций. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Я знаю, где находится. Вот Арасака Тауэр. Это предсказание. Да-да, а сама-то ты ее нашла? Бля, ты серьезно, что ли? Ты читаешь мои мысли? Чуроджин 0401 не опасен. Я могу его обезвредить. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь в Арасака Тауэр и найдешь порт в Микоши. Именно так. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее на щетке. Я воспользуюсь Бэкдором и смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. Который ты сама и оставила, да? Я разделю тебя и Ви. Отличная новость. А Микоши прекратится. Еще одна отличная новость. А вдруг что-то пойдет не так? Это не страшно? Страшно неверное слово. Прекратит существовать вместе со всеми конструктами? Нет. Конструкты не будут уничтожены. Они станут частью чего-то большего. Частью чего? Давай-ка еще раз. Ты не способен понять смысл этих слов. Ну ты попытайся. Придется тебе поверить. На этом все? Можем еще что-то сказать. Погоди. У меня еще вопрос. У меня нет времени на тебя. Спасибо. Знаешь, наверное, ты права. Альт больше нет. Альт умерла. Но ты посмотри. Да, пожалуйста. Вали нахуй. Пиздец. Альт умерла тогда на руках у Джонни. Пишите. Я можем выйти. А, сами выйдем. Окей. Никстан. Твою медь. Моя. Моя на трайнерское кресло. Моя на трайнерское кресло. А нет. С на трайнерском кресло все в порядке. Так. Щепка. Мы с вирусом. Давайте нацепим обратно костюм снимем. Смирно то, что он весьма эффектен. Мы, пожалуй, наденем обратно нашу одежду. Чик. Погнали. Последнее указание раздает. Не волнуйся за меня. А теперь съезжай на обочину, заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Тесная комона звонит. Прощается. Я тебя люблю. Готов? Прости бести за этот вопрос, но и все за Джонни, за глазами Ви, за этой картины хотят узнать, кто это был. Вау. Я подозревал, что ребенок. Ну и не сам сын или дочь. Да. И хватит об этом. Я спросила, ты готов или нет. Знаешь, если Джонни знал, то, может быть, он не наставил бы на твоем участии. Да. Я готов. Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас. Давай весть. Погнали. Идут кулькш огромный, капец. Я готов? Я любила этот баг. Буду скучать. Я тоже. Музыка не выключили, но ладно уж. Клэр, завтра. Все проверить. Едем без тебя. А что ты сказала Уэйлэнду про операцию? Только то, что он хотел знать про его домик. Их дурачок. Он хоть адекватный. Он не знает, что будет. Он хочет из жизни стать легендой найти. А, да ладно, ты знай. Как и все мои. Как говорили. Кто говорил в Воджеранерс, это Мэйн? Или я стать легендой найти, оставаясь живым? Блин. Дежавю. Да, мы вперед. Я хочу осмотреть этот бомбардировщик. Не в этот раз, милый. А, мы начали. Тереть равновесие. А, точно, мы же выпали. Точно, точно, мы выпали из Айланд. Можем лететь. Вас понял. Арасака, включайте радио. Там должно быть удовлетворение о том, что вас ждет. Флэшбэк. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Бестия. Что? Ты какая-то молчаливая. Все нормально? Просто... Не могу поверить, что мы на это решились. Как в старые времена, да? Действительно, два пенсионера. Ого, как в старые времена. Бодрые, очень бодрые два пенсионера. Столько бодрые, что они бодрее, чем я. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Знаешь, что мне нравится в Найт-Сити? Нет, расскажи. Смотри сам. Видишь? Сегодня ты валяешься в канаве, а завтра весь город лежит у твоих ног. Город контрастов, вот уж точно. Сука, город! Да, и никто тебе не указ. Даже эти ебаные хуесосы. Не знаю, чего мы добьем я. Смотри, анархисты. Но на уши всех поднимем точно. Но Джанин мысли позитивно, конечно. Надо еще раз сыграть этому городу по будку. Тут точно бестия. Господи, как же красиво. А скоро станет еще красивее. Эй, вы там. Вы что, впыхнули и со мной не поделились? Если бы Склама всем смотреть на небо. Просто эта легенда Найт-Сити Склама. Раз, два и три. Ого, это был Джуроджин? Ух. Загадай желание. Эй, отвлекитесь, нас заметили. Твою мать. Что будем делать? Идем по планам. Что он заметил интересная Росака. Воздушную силу Найт-Сити. Мелитех. Это космопорт? Твою мать. Твою мать. Да офигеть, пумы-рукет поймали лицом. Ну, надо на верхней этажей. Уэлона, по ходу, борода. Ты псих, Уэлона. Отличный пилот. Удивительно, мы высадились. Понятно. Обнаружено вторжение. Запуск протокола Хаябуса. Активация блокировки здания. Ах, твою мать. Эй, ты как? Жив еще? Служба безопасности занять свои... Да жив, жив. Ой-ой-ой. Уэланд остался в Ави. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэланд, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел? Более-менее. Кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Мы тебя вытащим. Никуда не уходи. Если бы я мог. Надо помочь Уэланду. Погнали. Поможем. Интегирование пока не снимаем, они нам еще пригодятся. Охрана. Браги можно ли использовать жминал? Все, идем к Ави. Вести. Где, блин, ты двигаешься, как настоящий гук? Не видит народным счетом, нифига. Реально, Вести, ты где? Все взборит. Начинаем. Уэланд, ты меня слышишь? Слышу. Я возьму там, что у двери. Окей. А ну. Джонни, выбирай за его. Спасибо за помощь. С пулеметом, но ты не скрытно, конечно. А пока не началась, так сказать, какая-то мощная заруба, мы будем двигаться с глушителем. Тебе надо найти командира, знамя наверняка, должны выставить какой-нибудь мощный отряд, ведь так? Так, с нами, да, Мэри? Мэри с нами. Перплес с нами. Ее величество с нами. Спасибо, Алекс, за пистолет. Вон того, видите? Их клан. У него ключ доступа. Джонни, он твой. Окей. Чуть ячек интересный. Идем, Глип. Это того мне не хватало. Тут шотик только так и ставим. Швой? Неживой. Отличная стильба. Вот так вот, парень. Так, конечно, тяжелый, но... Дорогик у меня барнебойный. Долетаем, господа. И дома. Сижу на голову наступил, ее так нет, фактически. Тебе не прорваться через Атриум. Атриум. Ну да. Атриум. Надо же. Всего месяц назад я встречалась здесь с Митчика Аросакой. Насчет чего, обвестия не расскажешь? Пустые коридоры и офисы. Прямо как в тот раз. Помнишь? Конечно, помню. Ты с тех пор изменился. Повзрослел. А ты по-прежнему лучший. Ильяда Гомера? О, прекрасно. Отличное, кстати говоря, произведение. Матерь моя среброногая меня возвестила Фетида. Жребий двояки меня ведет к гробовому пределу. Если я останусь здесь, перед Градом Троянским сражаться, нет возвращения мне, но слава моя не погибнет. Если же в дом возвращусь, я в любезную землю родную, слава моя погибнет, но будет мой век долголетен. И меня не безвременно смерть роковая постигнет. Я и другим воеводам Ахейским советую тоже. В домы отсюда плыть. Никогда вы конца не дождетесь. Трои высокой. Над нею перунов метатель кранион. Руку свою распростер. И возвысилась дерзость народа. Такой счет, что это этот... Эээ... Речь Хелесов. Да, работайте на пафосе, конечно, саках. Что есть? Чемоданчик. Компьютер. Почитаем. Итак. Это возмутительно. Анонимный отзыв сотрудников. Неизвестному пользователю. Никогда раньше не пользовался нашей анонимной почтой, но в последнее время накипело. Я считаю, что ключевые должности в компании распределены абсолютно некомпетентно. Сквозь стати мы теперь подчиняемся Адаму Смешеру. Кто там вообще такой? Какой у него опыт в управлении людьми? Почему оперативники Аросаки с 20-летним стажем должны перед ним отчитываться? Это возмутительно. Мы этого терпеть не будем. Я говорю не только от своего имени. Не удивляйтесь потом, что ваши лучшие люди уходят к конкурентам. Всего хорошего. Отправлен к компьютеру, айди такой-то. Анонимный отзыв. Ну-ну. Инструкции в связи с собранием наблюдательного совета. Чарльз Ватанабе. Франклину Тэмплу, Мидори Хигути, Патриции Фогель. В связи с предстоящим собранием наблюдательного совета корпорации Аросака вступят в силу следующей инструкции. Первое. На время собрания все этажи выше 40-го будут закрыты. Запрет на вход касается всех сотрудников, за исключением лиц с уровнем доступа 0-1. Второе. За 3 часа до собрания будет объявлена тревога уровня 1. Третье. Следует сократить до необходимого минимума количество сотрудников внутренней охраны и нотранеров. В здании должны оставаться только резиденты, обслуживающие ключевые участки под сети. Обязанности отстраненных сотрудников примут на себя независимые специалисты, подобранные мистером Адамом Смешером. Четвертое. Невыполнение указанных инструкций повлечет от собой суровое наказание. Прошу вас донести информацию до своих подчиненных в соответствующих отделах. Чарльз Ватанабе. Честно, он кто? Один из, видимо, не директоров, а участников ФНС, правильно? На обладательном совете. Ой, не сажал. Продолжим наше изыскание. Смеша занимается охраной, значит. Это хорошо. Значит, мы наконец с ним встретимся. Хотя, конечно, я не думал, что мы встретимся именно в конце с ним. Я думал, что он, на самом деле, там, условно, босс первого акта или что-то в этом роте. Лифты все еще заблочены. Придется прыгать. И долго лететь. Потому я и просила тебя взять антигравы. Я в них, я в них. Я же в них. Я в них. Все нормально. И это чувак в антигравах. Все в антигравах. Локдаун. Прекрасно. Агрить кого-либо нет смысла. Я думаю. Давай, Вести. Так мы уже. Там сразу прыг. Что такое? А, что взломать можем. Не надо. Спасибо. Очень серьезно. Вариант скрытого прохождения, да? По-моему, илин спрыгнуть сюда должны были, а не... Нес. Что может быть приятнее? Что можем с ним сделать? Скрытым его не развалим. Понятно. Прыгаем. Прыгаем. Кто разберется и с кем разберется? Вопрос. Ничего страшного. Ничего страшного. Нас не заметили все еще. Я еще носу тебе на могилу. Кто это сказал? Ты даже не знаешь, где я похоронен. Почему они тебя у них работают, интересно? Эм. Кто это говорит? Понятно. Чего нет? Ага. Это тут нет. Где так что вылезай? Угроз не обнаружен. Ага. Прямо сейчас. Ищем лифт лабораториям. Это самый короткий путь к Мехоши. Да блин, кто-то заметил? Куда никто не заметил? Что мне нравится? Так, мы эту дверь не откроем. Стоит поискать тут контрольный терминал. Так, потом сеть. Готово. Подключаю. Сообщей, но указание. Внимание. Ты же знаешь. Ты всегда была для меня рейтинга. Это точно. Ты дурак, Джонни. Билл Брукмейер, Теннидзаки. Внимание. Согласно новым указаниям, в случае тревоги уровня 1-2, все здание будет блокировано. Все входы и выходы, заключая эвакуационные, будут закрыты. Связь отключена. Гражданские служащие должны явиться на пункт сбора 0-1-56. А сотрудники охраны дождаться сфабрикатства каких-то посредственных начальников. В ближайшее время соответствующие учения будут проводиться без предварительного уведомления. Теннидзаки, глава службы безопасности. Это мы читали. Отчет. Аномалия, конструкты, изоляция. Мертвец? Мертвец, все правильно. Сейчас будем включать альт. Ну, могло быть и хуже. Альт здесь. Думаешь, она сможет пробить лед? Тема охраны взломана. Я перехватила контроль над статей. Путь в Микуши открыт. Прекрасно. В лифт! Живо! Бежим, бежим, бежим. Странно, что дрон взломал я. Места альт. О, нифига себе, альт нас прикрыло. Неплохо. Да бести уже здесь. Когда-то успело бести. Альт выжигает просто арсаку. Ура, прекрасно. Уже и мы. Доходим. Я готов. Зал сетевых операций. Жму, жму. 2077 год. Телохранители Зарасаки заслоняют императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром? Покупали пушки и воевали с корпорациями. Не знаю, Джонни. Сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончаю уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Где сколько лет, Чумба? Нетранеры Аросаки начали штурм внутренней сети. Угу. Проснулись, значит. Необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. За вами идет элитный отряд охраны. Видимо, он побежал, и его срезало очередью. Ебать копать. Кто она вообще такая? Не человек. Женщина, доведенная до крайности. Блядь. Похоже, Каннингем наверстывает упущенное за все эти годы. О да, мистер Асаки, это мистер Асаки. Найди человека, скажи ему мистер Асаки, и он даст очень многое, чтобы эти слова стали реальностью. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем, там за дверью будет спуск вниз. Проведенная диагностика выявила нарушения при настройке ядра номер 3, которые могли вызвать небольшие повреждения в данных конструктов и проблемы с подачей жидкого гея в систему охлаждения. По словам доктора Курода, это нерадостно, но и нетрагично. Проведена повторная настройка, в ходе тестов не попадать не выявлено. П. Р. Чен, чехнический директор. Мист Курода. Уже две недели я не получаю никакой информации о проекте «Сохрани свою душу». Юрино Буарасако и несколько независимых инвесторов выражают существенное беспокойство. Прошу вас немедленно выслать отчет. Лукас Барретт, исполнительный директор Корвации Арасако. Здравствуйте. Ставлю вас известно, что наш отдел столкнулся с непредвиденными трудностями. Проведенные исследования с применением резервных копий личности показали, что качество данных далеко от удовлетворительного. Даже после чистки информационного мусора и технических искажений их ценность не превысила 19%. Это вызвано тем, что мы используем экспериментальную технологию в целях, отличных от первоначальных. Прошу также учесть, что мы практически во всем полагаемся на руководителя проекта, а Хельмана. И то, что он уничтожил всю документацию и не сделал нашу работу легче. Конечно, мои коллеги сделают все возможное, чтобы достичь 60% показателя, но я не могу сказать, когда это случится. Добавлю также, что увеличение финансирования и привлечение новых экспертов существенно ускорят наше продвижение. С наилучшими пожеланиями – Тамаки Курода, отдел научно-исследовательской работы корпорации Арасако. План этажа. Ну, мы не можем его взять. Стоп. Спухольная сеть? Телевизор. А, чего интересного, кажется. А, в любом случае, все взломало. Ага. То, зачем нам вообще это делать, и мы распрыгнули, правильно? Хорошо. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у лидра. Остался только зал за перегородкой. Почти на месте. Ну что ж, погнали. Не вовремя, Апийчик глючит, не вовремя. Залезаем, залезаем. А, ну вот и он. Не-не-не-не-не. Твою медь, я наделась она. Не-не-не-не-не-не-не. Твою медь. я то почему я верил вашего мужика который с нами верил в него а попал почти убил я тебе верю мужик почему ты сделал или ничего не сделала человек на тебя щадить не буду поверьте так и зрелища леди мария на тебе в лицо тварь ой ой попал и редко знакома сэнди да да блин блин надо убрать снайпер набрать снайпер в нем задницу порвут вот такая ну конечно это так они были болит да блин шпанги в пасть не могу так вот нравится тварь 20 процентов хп стохни мы им кстати руку снесли тихо 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 нам туда нельзя он то все разбогли сейчас гребаный тырок больно 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 да чёрт почему рыбки не работают вот так вот тварь пять процентов не вставать в твою медь ты железный кусок дерьма бестия была намного лучше нас с тобой таких как она больше нет а ты убил ее она знала чем рискует бестия хотела тебя прикончить и наконец-таки ей это удалось что за бред я убил эту старую суку завали смеши она вышла из игры на своих условиях тебе этого никогда не понять что герой четвертый корпоративный человек кибер 95 процентов хрома или больше сгинь что карт таро странное граффити суд 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 это карта обновления трубящий ангел означает воскресенье и освобождение этот аркан говорит о важной перемене которая знаменует выздоровление или свершения это также символ вознаграждения за труды not bad и вот две карты мы не нашли 1 знаю где а 2 вот не знаю кстати где пропустил а мы взяли предубеждение сейчас найдем гордость да бестия ты была лучше всех всегда поколение было сделано ну да я тебя знал в его пистолет и развалил смешера с него почти на месте давай давай парень что же нас ждет интересно как раз ничего хорошего мы с ним поговорить удачи сельвермен спасибо давай 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 джонни джонни давай немножко осталось ползи дерьмо интересная концовка будет сейчас вот как бы три концовки они отличаются так понимаю действие но общается ли они сутью нет смысла говорить спасибо и плевать мне кажется провалимся в охлаждение раз аросаки на давай загружаемся интерфейс джонни работать кстати и мы снова в лифте причем да точно лифт вместе тот же самый окей окей но что будет нас ждать после то лифт привет котик дик и еще котик чьи на дживю мяу возить а к ливи самая пусть это наш рука была когда покинуя телесный мир верни каши в обличии филигранной птицы золотой фигурки то большая честь помочь монарху пробудиться то что новенькое тоже ладно о том что было будет черен с хипа тянула ой а альт и ладно возможно сейчас все объяснит тут точно векоши смотреть такая конструкция интересные киберпространство да при этом замоке пространство здесь все так мимо всем не совершенно план по крайней мере конкретно вот это то что мы видим через перед мульт возможно это несовершенно то есть нет полноценной сети именно киберпространство киберпространство скорей какой-то подобии кирпо а мы за джонни идем точно это ве дальше в чудо броник нас надет прикольным реально за джонни грами соскучился виза ряжен так не сказал я вырубился очнулся уже тут что-то пропустил то есть мы реально за джонни не будем решение понимать офигеть пестия погибла и и убил смешер мне жаль не стоит она погибла за меня и за тебя с моим телом все нормально да ждет в подвале арасака тауэр я подключил его к сети я догадался твоя девушка уже давно пропалывает мне мозги души губом все будет хорошо ты уже на финишной прямой страшно даже представить какая жесть сейчас со мной происходит альт сделала из меня инграмму а я даже не понял как сказать куда мы подключились и ну и как тебе жизнь в виде кучи нолей и единиц сначала было больно дико больно все тело как будто кололи иголками потом уж я понял что это не боли а какая-то цифровая симуляция наверное альт уже скоро перенесет мой конструкт обратно в тело я даже не знаю переживу ли я это и чем вообще стану кстати почему мы не чувствуем как работает души губ возможно альт нам помогла готов корчиться от боли временная анальгезия мы же потоки данных определенные ощущения можно заблокировать бла-бла-бла хуё моё тебе что альт читала лекции про нейрофизиологию нет скинула данные за секунду неважно она еще сказала что уничтожит микоши все кто в ней есть получит свободу а потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных значит мы сделали что могли дальше альт справиться нет да блять смысле я ошиблась когда исключили из факторов это серьезно реконфигурация днк шла слишком долго агрессивные препараты осложнили процесс и иммунная система начала окаковать нейрофизиологии хватит говори по-человечески Ви умрет что бы я ни сделала этого уже ничто не изменит твою мать альт как ты вообще могла так накосячить я не могла оценить ситуацию не появилась возможность провести полную диагностику ты обещала пацану новую жизнь ты его наебала так получается Джонни заткнись пожалуйста мне надо подумать все будет хорошо и мы что-нибудь придумаем я же попросил тебя Джонни не пизди ну давай должен быть какой-то вариант дело Ви изменилось под воздействием биочипа теперь это вообще работает его сознание как постороннее с тобой все иначе ты стал его полноправным хозяином то есть ты за то чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела изменения не обрати тебе уже нечего терять а он может получить все я не стану вмешиваться но пока контроль над телом остается у Джонни он может делать что хочет Вия не боись решаем эй не надо делать из меня врага все будет как мы договаривались да уж надеюсь давай-ка спокойно решим что нам делать если мне все равно умирать давай сделаем по моему плану я ухожу это действительно то что сделал Ви не это не это уйти ах ты лживый кусок говна Что мне делать, Альт? Просто перейди по мосту. Ты станешь частью меня, а Ви вернётся к прежней жизни в своём деле. Да? Погнали. Может, найдётся какой-то ещё способ? М? Ви. Пойдёмте. На самом деле, конечно... Джонни. Да ладно, всё нормально. Принять решение, видит Джонни бы... Нет, если Джонни имеет контроль, если Ви имеет контроль, то он решает, что сделать. Но если Джонни дать, то... Да ты, блядь, издеваешься. То фиг-то мог бы это сделать. Спокойно. Нужно выдохнуть. Я, видимо, принял слишком большую дозу Сильверхэда. Это не исключено. Слушай, Джонни. Если бы я выбирал, с кем жить на необитаемом острове... Специально... Специально справилась против себя. Смотрите. Честно. Тебе бы даже герои сраной игры корпоратов обошли. Потому что ты... Эталонный мудак. И есть куча людей, которые нужны миру больше, чем ты. Но это не значит, что я желаю... Желаю тебе... Желаю тебе... Кому серьезно? У меня не пускает? Нет, пускает. Пролезли, пролезли, протиснулись. У меня только одна просьба, говнюк. Не забывай обо мне. Ну ты сказал, конечно. Естественно, естественно, не забуду. Все? Что больше не скажешь? Давай. Эти два человека... Очень похожи. Несмотря на то, что очень сильно отличаются друг от друга. Давай, Альд. Ты же так хотела. Собери всю коллекцию. Собери всю коллекцию. Скоро увидимся. Мы не у себя дома, случаем. Явно это в городе. Да, какой-то у себя дома. Фига себе. Подъем, найс-сити. В такой солнечный денек валятся в кровати преступления. Скорее вылезайте из своего клоповника и смотрите на небо. Сегодня видим хрустальный дворец. Это не мой дом. Куда всем напростым смертным вход заказан. Дворят там самые дорогие казино. Самые красивые женщины. И вообще есть на что посмотреть. Но то же самое говорят и про Night City. Рай на земле, рай на орбите. Для таких дождевых человек, как мы, никакой рай. Там тут же действительно. Радио прям над кроватью встроено. Дорогие жители, нижний дворец идти. Вам снова не повезло. Тем, кто не увидит ничего, кроме смога, посвящается песням... Нео Федуэй? Мы помним о тебе, старик. Где бы ты ни был. Это точно. Взглянем на себя. Жил целый орлы. Боевые руки, боевые руки. Есть что сказать, Ви? Ну да, ничего хорошего, правильно? Решение, конечно, остаться было бы... Ну, как бы оно наиболее рациональное, наиболее правильное. Доброе утро, Ви. Надеюсь, ночь прошла спокойно. Для вас нет новых сообщений. На сегодня у вас запланирована одна встреча в посмертии. Сервис Деламейн прислал уведомление, что такси прибудет в назначенное время. Отмечу, что вы не вносили в календарь события после текущей даты. Запустить процесс планирования. Нет, спасибо. Все так и должно быть. Хорошо. Удачного вам дня. Как-то богатая... Богатый, капец, одежды. Тут такой Америк. Привет, Босс. А, привет. Он приехал? Нет еще. Но будет вовремя. Зато его люди уже успели тут повердеться. Проверяли, чтобы все было чисто. Кто приехал? Думаю, наверное, что мы их не заметим. Что с оборудованием? Оружие есть. Все остальное тоже. Полный баг. Хочешь сейчас запускать? Спасибо, я скоро буду. У карта звезды на сети должны быть такие. Возможно, успеет запачкаться до того, как... Как что? А-а-а. Понятно. В цветах вашего прошлого или будущего. Сходить со сцены нужно эффектно. Ой-ой-ой. Извиняюсь. Давайте одеваться. Что-то ты... Ви. Мощный, конечно. Модный. Но спал бы в труселях, что ли. Что-то мы стали звездой. Интересно. О, встань дворец? Специальный дворец. Что мы видим? Что здесь есть? Новости охранных ботов Королли. А, мы это читали. Мы читали, почему кажется, что еще у Керри. Ну что-то. Бракосочетание рая и ада. Уильям Блейк. Содержание. Ринтера ревет, потрясая огнями в нависшем небе. Жадные тучи плывут над пучиной. Ох, ну, читаем. Некогда по опасной дороге кроткий праведник путь свой держал. В долине смерти, где росли тернии, розы цветут, над вересковой пустошью гудят медоносные пчелы. Теперь по опасной тропе не пройти. Из каждой скалы и могилы ручей и река вырываются и обогряют красной глиной белые кости мертвых. Злодей оставил простую тропу и перешел на тропу опасную и прогнал в пустыню праведника. Ныне коварный змей ползает в тихом смирении, а кроткий праведник безумствует в пустыне. Где бродят львы, Ринтера ревет, потрясая огнями в нависшем небе. Жадные тучи плывут над пучиной. Тридцать три года назад начался новый рай, а с ним возродился и вечный ад. И взгляни, Светенборг будто ангел сидит на гробе и слова его на одеяниях свернуты. Настало царствие и дома, пришла пора Адаму возвратиться в рай. Смотри книгу Исаия, главу 34-35. Развитие возникает из противоположностей, влечения и отвращения, разум и чувства, любовь и ненависть необходимы для бытия человеческого. Противоположности порождает то, что верующий называет добром и злом. Добро пассивный подчиняется разуму, зло активный пристекает от чувства. Добро это зло. О, добро это рай, зло это ад. Ну да, действительно, правда мы знаем, что все эти росписи это лишь спам. Мы это видели. Лифт сломанный, ладно. Так, голосуйте за пирализа. Лизи-уизи. Вступление какое-то. Блин, аж мне не нужен. Сообщение 5. Заказник. А, заказник. Ви, мы все поставили на уши, но кажется, все получилось. У нас есть топливо. Мы хапнули к цистерну с танкера Orbital Air и удалили ее из реестров. Они потом заметили, конечно, но будет уже поздно. Так, насчет транспорта не беспокойся. Наш договор, мистер Г. Время на исходе, как ты понимаешь. Сообщи свое решение, пожалуйста, а то у меня кончается терпение. Определись, хочешь ли ты меня порадовать или снова разочаровать. Кто такой мистер Г, интересно? Я в деле, увидимся в посмертии. Мистер Г, кто такой мистер Г? Облака В. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, вы заслужили глоток свежего воздуха. Мы в облаках знаем, как утомительно жизнь в большом городе. К счастью, мы также знаем, как устроить нашим гостям маленький рай на земле. Приходите и насладитесь многообразием удовольствий, которые доступны только у нас. Предложение для наших VIP-гостей. Предлагаем сюжетное романтическое приключение, созданное специально для вас. Страстная любовь, переменчивые отношения, случайная связь, спокойная жизнь с тем, кто вас любит и понимает. Выберите историю, забронируйте куклу и получите незабываемые впечатления в облаках. Добрый день, я хотел напомнить, что приближается день рождения мисс Грин, который уже много лет заведует нашей башней, и мы, как всегда, хотим сложиться и на небольшой, на небольшой подарок. Девушка, которая раньше жила в вашей квартире, не особо стремилась участвовать, но я надеюсь, что теперь все изменится. Просто перешите нам счет, сколько сами вы считаете нужен. Хорошего дня. А, в общем, сборы по дому. Классика. Га. Катана. Консим. Фига, оружие. Масамуна. Тактик. Два тактика, один с прикладом, другой без. Трабагнитный пистолет меня не интересует. А вот это. Масамуна и тактика, я все-таки возьму. Пусть будет. Тайкинсин возьмем. Других вариантов у нас особо нет. Нож мне тоже не интересует. Мы в мире огнестрельного оружия. Идите колотить. А, стоп, ну сюда? Взять куртку. Где куртка? А-а-а. Купи с мурацкой куртки, Джонни. Погнали. Пождать Айфи. А где мы его ждем? А, вот сюда, да. Ну, мы прям мегаэлитно живем, смотрите-ка. И Айфи представитель, представительского типа. Киар Сака высылала. За одним плохим фиксером. Здравствуйте, спасибо, что выбрали сеть Галамэйн. Дэл, куда желаете полететь? А если ты все еще здесь? По смерти жми на полный. Как пожелаете. Мы воспользуемся выделенными воздушными коридорами. Это хорошо, это радует. Заебись. Элитный ави. Возьми себе заметить, что у вас утомленный вид. Тебе не знать, Дэл. Скорее тяжелый месяц. Мне очень жаль это слышать. Сеть Галамэйн готова предложить вам дополнительные услуги, которые помогут улучшить состояние вашего здоровья. Более того, рад сообщить вам, что сеть Галамэйн теперь сотрудничает с Траума Тим. В рамках акции «Безопасное путешествие» доступен пакет медицинских услуг, которыми вы можете воспользоваться в поездке. Лечиться мне и поздновато, и дороговато. Боюсь, я не вполне понимаю. Поскольку вы обладаете практически неограниченными средствами, мы могли бы найти подходящее решение. Пойти полететь в Арасаку? И купить себе СССР? Что угодно? Как там дела у Арасаки? Что вообще по ситуации в городе? Я нашел статью об Арасаке, которая вас заинтересует. Корпорация по-прежнему находится в кризисе. Туда их. Большинство упоминаний в СМИ связано с огромным ударом по имиджу компании, а также с ее политическими и финансовыми неудачами. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Арасаки благословением, а оказалась проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Ага, обещали миллионерам бессмертия, огромные деньги брали. А сами собирали инграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. Абсолютно верно. Как бы то ни было, Арасаке требуется время на реорганизацию. Полагаю, вы и по смерти пока в безопасности. Да радует. Ты же в курсе всего, да, Дэл? Масала, студию, кажется, подросли. Я вроде помню небольшие увески. А может, просто не наблюдал. Интересно, блестят окна в зданиях. Угу, знакомое место. Почти прилетели, да? Мы были к месту назначения. Спасибо, что выбрали сети Доломей. Хорошего дня. Ха, тебе, Дэл. Не грусти там. Спасибо, что выбрали сети Доломей. Хорошего дня. Ну ладно. Улетаешь? Да, Чател? Что за мистер Гэр ждет нас по смерти? Нельзя же говорят про орбиту, нет? Про космос? В общем, Малс-Вегас, но в космосе. Кому-то нужно вообще интересно? Хорошего дня. В настоящем раю. Не откладывай ни на микросекунду. Отправь космос на 7299 прямо сейчас. И сколько стоит СМС-ка? Хрустальный дворец. Реальная жизнь среди... Да, да. Здорово, Мерис. А, все хорошо? Конечно. Твоя комната тебя уже ждет. Погнали. Привет. Клэр? Все, что? Что-нибудь выпьешь? Как обычно. Что, интересно, идет обычная Вить? Люди начинают что-то подозревать. Скоро все выплывет наружу. Ничего, мы уже сегодня вылетаем. Сегодня? А в чем проблема? Да нет, ничего. Просто тогда, наверное, тебе нужно что-то особенное. У Бестии был маленький ритуал. Перед крупными операциями она заказывала текилу. Обычно Сильверфонтовскую. Я ее как-то спросила, это на счастье или что? Знаешь, что она ответила? Что когда она вспоминает Джонни, это помогает ей сосредоточиться на самом важном. Так что по обычаю посмертия тебе полагается один из именных коктейль. Только скажи, за кого пьешь. Ну, много хороших вариантов. Давайте за Джонни. Делай мне Сильверхэнда. Выпью за Джонни. Я знаю о нем только по рассказам, но ему бы, скорее всего, понравилось то, что ты задумал. Он был бы на седьмом небе. Я знаю. Он купил нам немного лишнего времени. Ценой. Дорогой ценой. Буквально ценой всего. Давай, Клэр. Тебе тоже удачи. О, Уэйланд. Здорово. Уэйланд. Готов вернуться в строй? Что распоряжение? Уже всем тут рассказал, какой номер ты выкинул в Арасака Тауэр. А как ты думаешь? Клэр, наверное, уже раза три слышал. Ну, еще бы. Мне тут рассказали, что у тебя сегодня по плану. Уважай. Что мы будем делать вообще? Среда вон. Только смотри и будь там осторожен. И удачи тебе. Спасибо. Эстер Голубоглазый. Я наконец встретил новую легенду по смерти. Надо сказать... Лухой. Лухие. Инициалы, походу, всегда ним. Садись. Ну, рассказывай. Чего начать? Арасака фактически выбыла из-за... Из игры после Микоси. Ты получил деньги и известность во всем городе. Более того... Ты фактически парализовал все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазей. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Интересно. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему... Не будем грабить Хрустальный дворец. И как я уже говорил, сегодня ее ненадолго... Один из друзей Оушена. Десять друзей Ви. Как распорядиться моментом. Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводит. В этом наш плюс. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. И они бы ошиблись. Все до единого. Уверенность достойная легенды. Или того, кто рискует всем. Хотя, ты как будто знаешь, что значит потерять все. Выиграть бой на последнем издыхании. Выиграть ли? Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Что это интересно. Брошюра Крустального дворца. Блин, мы реально здесь. На Росаковском шаттле. Прекрасно. Точка Лагранжи Л1. Точка Лагранжи Л1, насколько я помню, то... Я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Точка Лагранжи вроде... Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь. У тебя одна, единственная попытка. Окей. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Походу, у нас все-таки заметят, да? Но если все получится, ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получил все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не будет разумеять. Музыка мне не нравится. Так вот, точка Лагранжи это равновесная орбита между Землей и Луной, где ни Земля, возможно, не притягивает ни Луна. То есть, по крайней мере, этот... Расстояние между Луной и Землей не меняется. Опять же, если я прав. Не могу ошибаться. И оружие надеть шлем. Прекрасно. Рация, конечно, с нами. Прикольно. И, судя по всему, да. Невесомость. Клево. И можем использовать... И оружие надеть шлем. Знакомый шлем, да? На Луну бы. Может, встретили бы там знакомых. Так, вот оружие. Что мы должны сделать, интересно? Так, неплохо, да? Я же не знаю, идешь в люс. Получается, у каждой концовки два варианта развития не отличаются от консовки, да? Или все же нет? Нет, скорее всего... Наверное, все-таки не отличаются. Все-таки отличаются. Или нет? Или не отличаются? Скорее всего, отличаются по логике. Это минимум в одном из вариантов развития. Ага. Себа. Ну что? Была и не была. Фигеть. Наемник в космосе. Конец связи. Кто урень ханосола, то и выше. Сколько времени осталось, интересно? Нисколько, да, судя по всему? Нисколько, да, судя по всему, конец связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты это заслужил больше всех, кого я знаю Но все-таки Ты забегай иногда, как будешь рядом, окей? Поговорим за жизнь, вспомним старые добрые времена А я заодно проверю, не проебался ли где случайно твой новый рипер До встречи, Виль Я с удовольствием Ви, привет! Давно с тобой не болтали Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шикуешь в Найт-Сити Вообще, я просто хотела сказать спасибо За все, что ты у меня сделал Стоило свалить из этого долбаного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново Стоило сделать так же, чем давно Я что хочу сказать Ты тоже уезжай, Ви Вот сразу, как будет возможность Собирай вещи и беги Куда глаза глядят Реально Сразу вздохнешь полной грудью Я тебе гарантирую Ладно Что-то меня понесло Удачи тебе там Привет, Ви Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись Холодильник в отек, 32 градуса в тени Да еще и песчаная буря идет прямо на нас Прекрасная погода Короче, жалко, что тебя нет рядом Если серьезно, у нас все хорошо С солом бывают, конечно, терки Но вроде не ссоримся Семья постоянно растет Работы много, рук не хватает Хотя, лучше так, чем как раньше Это точно Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как непрекая Спасибо тебе за все Мы встретились, когда я свернулась правильного пути И ты помог мне на него вернуться Не стоит благодарности, я бы сказал Ладно Созвонимся еще потом Не забывай о нас, окей? Да уж куда там Здравствуй, Ви Это Сол О, какие люди Я слышал в Найт-Сити Случилось что-то важное И некий Ви сыграл в этом главную роль Не знаю, что ты планируешь делать дальше Я просто хочу, чтобы ты знал Мы своих никогда не бросаем Ты теперь один из нас, Ви Ты Альдекальда Помни об этом Я помню, Сол, помню Береги себя там, в городе И до встречи Эй, Ви Слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг Мы тут все ждем, когда ты, наконец, заедешь нас проведать Могли бы сделать барбекю Выпить по пиву Погонять немного Ну или нанести дружеский визит с телетом Короче, я что хочу сказать Пустошим очень нужны люди вроде тебя Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни Но мы всегда рады тебя видеть Просто помни об этом Ну ладно, пока Слышь, Ви, прикинь Мне тут позвонили Ёп твою, что, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще Ты хочешь дозвониться чем-то от тебя Ви! Ой Блядь, забыл, что хотел уже А, во, да Сяки, звонил мне агент Аскрекс Предлагает ехать с ними в тур И я сначала такой Да нахуй, пошли вы нахуй А потом думаю, а чего бы, собственно, нет Может, развеюсь немного А? Как думаешь? Вот я не знаю пока Ну вот, я тебе рассказал последние сплетни Захоешь поболтать, звони Пока Привет, Ви Тут, в общем, такое дело Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом Сверху пришел приказ все это уничтожить Но я посидел, подумал Может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение Так сказать, во благо Я не забыл, что ты сделал для нас Для меня и для Рэнди Этому городу нужны такие люди, как ты А снарягу уж я обеспечу Это тебе за помощь, Ви Услышимся Перед тем, как сделать цепку Самурай сочинялся Так что надо зол на нас за то, что мы уничтожили Арасаку Ты знал, на что ешь, Токамура Нет Привет, это Пиралис Ви, если будешь слушать это сообщение Сначала отойди туда, где нет лишних ушей Короче, я насчет Элизабет Она точно как-то во всем замешана Она все время говорит, чтобы я за собой следил Дает мне какие-то таблетки Говорит, что это витамины Я сдал их на анализ в лабораторию И вроде все нормально, но мало ли Вдруг кто-то подменил результаты Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да Только не забудь стереть это сообщение Привет, Ви Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты Я знаю, знаю Надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее Но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял Знаешь, что я вытащила? Силу Императора И мир Дорогой мой Скоро мир о тебе услышит А что ли это? Пора показать Найт-Сити, на что ты способен Силу Ааа, слушайте, я тут посмотрел Я тут как-то проусил мимо ушей, что ли? Но, но За это задание награды нам То, что мы получим Это не деньги мы получим за эту за это это задание теоретическое спасение это некий очень очень жесткий клиент который имеет очень-очень жесткие ресурсы то есть эта концовка эта концовка не так не такова как я думал изначально кстати лица персонажей что когда здесь был баженов я озвучку бог на лицо не помню интересно в общем да смотрите-ка концовка оказывается с позитивными нотками такая окей окей я понял ну что ж на сим давайте прощаться всем спасибо за просмотр всем удачи и пока а